Очень полезно определить точки вашего самого лучшего направления, да, вот, вашего самого лучшего направления, ну, вот, направления по компасу, и поставить туда какой-то благоприятный символ. В спальне можно ставить? В спальне можно ставить только всё, что связано с любовью, Наташенька. Только то, что связано с любовью. Вот запомните, пожалуйста, мои дорогие, в спальнях можно ставить только талисманы, амулеты и прочие вещи, которые связаны со здоровьем и с любовью. Талисманы, активизирующие деньги, успех, процветание и так далее, должны быть вынесены за пределы спальни. Даже если вы живёте, ну, это не ваш случай, но если вы живёте в однокомнатной квартире, я всегда рекомендую людям отгородиться, сделать хотя бы какую-то такую вот ширмочку или какую-то занавесочку, чтобы было пространство отдельно спальное, а отдельно какое-то гостиное. Потому что с точки зрения фэн-шуя, если человек живёт в одном пространстве, ну, в одной комнате, он не может даже использовать фонтан. А поставить загородку уже может. Выключить наручку? Нет. Нет. Нельзя. Нельзя, 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 нельзя. Вот ещё раз говорю, такая фэн-шуйская хитрость. Если вы живёте в однокомнатной квартире, у вас обязательно должна быть отгорожена зона спальни. Будуарчик должен быть такой, да? То есть подумайте о том, чтобы сделать какие-то занавесочки, поставить какую-то разделительную ширму. Всё. Вы моментально создаёте себе спальню и создаёте себе гостиную. Потому что пока у вас нет этой ширмочки, у вас продолжает быть зона спальни. И я вас очень прошу, не ставьте там фонтаны. Я сама с этим вот сталкивалась. И для любви, кстати, тоже. Вот сейчас весной, тоже из этой основы фэн-шуй, я вот вспоминаю самое начало. Сейчас весна. Кому нужна любовь? Кому нужна любовь? Можете купить горшок с цветущими цветами розовый, цикламены какие-то, знаете, такие фантастические вот есть. И можно, я разрешаю, можно поставить спальню. Это единственное, что можно поставить в спальню. Вот из цветов. Это цветущий какой-то розовый куст. Ну, то есть с розовыми цветами. И это очень хорошо для активизации энергии любви, особенно весной. Что ещё можно порекомендовать? Я так вот... У меня уже такие очень приятные впечатления от этого, то, что я делала. Можете поставить подкрашенную розовую воду. И не подкрашенную. Гуашли. Вообще, помните, что я вам говорила ещё на первом семинаре, кто у меня был, что настоящий фуншуист, у него должен быть набор картона, набор там всяких цветной бумаги, да, гуаши и прочее. Потому что мы играем с цветом, мы играем с элементами, и мы действительно создаём такие вещи. Это очень-очень интересно. А сейчас мы уже, видите, куда залезли. Мы уже далеко ушли. Тем не менее, как бы далеко мы не ушли, никогда не отрывайтесь от основ. От основ фуншуи. Основы — это самое главное.